Продолжение следует... Вот перед ним и детская, где также спят его дети с гувернанткой. А вот он и в кухне. Здесь он видит совсем иную картину. В небольшой корзинке тлеет древесный уголь. Он слышит запах дыма и гари. Вот раздается треск загоревшейся корзинки и показывается огонь, от которого загорается занавеска и деревянная перегородка, отделяющая кухню от комнаты прислуги. В одну минуту огонь распространяется по всей кухне и грозит перейти в следующие комнаты. Дыхорадочная дрожь побегает по всему телу его, и он бросается бежать по направлению к даче. «Бог знает, что со мной делается!» — думает про себя Кэ. «Всему виной моя бессонница. Завтра же посоветуюсь с врачом. Я чувствую, что не совсем нормален. Ведь придет же такая глупая фантазия. Я уверен, что дома все благополучно, а сам бегу, как сумасшедший!» — успокаивал он сам себя, не переставая бежать, сломя голову домой. Через несколько минут добежал до ворот своей дачи он и скрикнул от ужаса. Дача была объята огнем. С треском и шипением вырывались из-под крыши дома огненные языки. Черные тучи дыма густыми тяжелыми клубами неслись к небу. В одно мгновение он стоял у окна спальни, которую он выше по одним ударам вскочил в комнату. Разбудил жену, и помочь ей вылезти из окна для него было делом одной минуты. То же самое он успел сделать с детьми и гувернанткой. Но когда он кинулся вперед, желая спасти кухарку, спавшую в задней комнате, рядом с кухней, он вынужден был ради спасения собственной жизни отказаться от своего намерения. Весь дом был уже в огне, и он сам чуть было не задохся в дыму. Дача сгорела дотла. Труп сгоревшей кухарки нашли на другой только день. Среди своих воспоминаний о жизни в дербке пирогов Николай Иванович рассказывает факт, случившийся в семье Винклер, отец и сын, которые были врачами и бревели. И отец, и особенно сын, считали огонь неприязненную для них стихией. И старик, если я не ошибаюсь, и дед умерли от огня. На особенной огня боялся сын доктор. Я помню, с каким душевным волнением он строил себе дом в Ревеле. Первым делом считал он поставить на своем доме, скорее домики, громовые отводы. Но поспешив поставить их несколько, он не успел соединить их с землей, и тем временем поднялась гроза. Мой Винклер был вне себя от ужаса, ожидая ежеминутное разрушение своего дома. Все, однако же, обошлось на этот раз благополучно. Но Винклеру готовилось другое, более сердечное горе. От простуды или чего другого Винклер почувствовал себя нездоровым и лег в постель. И на другой же день пригласил к себе на совещание приятеля доктора Эренбуша. От него я и узнал эту историю. Друг обратился больной Винклер к Эренбушу. «Со мной происходит что-то неладное, неестественное». Эти слова были сказаны таинственным шепотом. «Ну, что еще такое? Дай пульс». «Пульс ничего, спокойно, жару нет. Что же тут неестественного?» «Да не то. Слушай, вот уже вторую ночь сряду я вижу во сне дьявола, и не только ночью, а и днем. Лишь закрою глаза, он тотчас же мне представляется». «Да какой же он дьявол-то твой?» – спрашивает Эренбуш. «Ну, черная страшная фигура сидит в огне, но главное, что меня тревожит, это то, что дьявол держит у себя на коленях моего младшего ребенка». Эта галлюцинация длилась еще несколько дней, потом прошла. Винклер начал выезжать, и уже, казалось, забыл случившееся, и вдруг ужасное событие. Ребенок Винклера, виденный им на коленях у дьявола, обжегся, сидя утопившейся письки. «Насмерть». На нем загорелась рубашка, и он прожил после обжога только несколько часов. Одной даме, отправившейся в гости в деревню, расположенной довольно далеко от имения, в котором она жила, пришла вдруг в голову мысль, что сестра ее, которую она оставила совершенно здоровой, опасно больна. Она тотчас же вернулась домой и узнала, что у сестры было сильное кровохарканье, вызвавшее опасение за ее жизнь. Что сказать по поводу этих фактов? Можно ли их объяснить одним совпадением? В некоторых случаях это не подлежит сомнению, в других приписать все случайному совпадению нельзя. Только при признании за душой способности смотреть вдаль и замечать грядущие события, с одной стороны, и влиянием ангела-хранителя с другой, достаточно объясняется предчувствие. Таково наше мнение на этот счет. Вот еще несколько случаев предчувствия. Во время путешествия лорда Байрона погрецся, однажды проводника его стало вдруг трясти, как в сильнейшей лихорадке, и потом он совсем ослабил, так что не мог идти далее. Когда лорд Байрон стал спрашивать его о причине такого внезапного припадка, проводник ему отвечал, «Господин, недалеко отсюда должно быть происходит что-либо ужасное, остановимся здесь на время. Два года тому назад у меня тоже были конвульсии, и замедление, причиненное ими, спасло мне жизнь. Турки вырезали деревню, куда я спешил дойти». Скептически Байрон усмехнулся и нетерпеливо ожидал, пока ноги Дрека достаточно окрепны, чтобы следовать далее. Через полчаса двинулись в путь. Версты за три они увидели следы крови, а далее восемь трупов, сейчас только убитых людей, лежало на земле. Байрон был поражен, но позднее приписывал все это случайному совпадению, хотя все-таки записал этот случай в своем дневнике. Князь и княгиня Раздевил приняли к себе на воспитание племянницу свою, графиню Агнесу Ланскоронскую. Графиня воспитывалась вместе с их детьми в Невенском замке в Галиции. Для перехода из той части замка, где помещались дети, в другую его половину, состоявшую из приемных комнат, и где жили князь и княгиня, нужно было пройти огромную залу, которая разделяла замок на две части и занимала середину постройки во всю ее глубину. Шестилетняя графина всегда пугалась и кричала, проходя этот зал, по пути в гостиной, где обыкновенно сидели князь и княгиня. Когда она настолько подросла, что могла кое-как объяснить причину своего обычного страха, то дрожащим телом указала на большую картину, висевшую над дверями зала и представлявшую кумскую Сибиллу. Напрасно девочку старались приучить к этой страшной для нее картине, которая, однако же, не имела в себе ничего особенного. Наконец дядя, видя, что она не может преодолеть своей боязнь, приказал вынести кумскую Сибиллу, несмотря на то, что картина эта была произведением Тесиана. Агнеса не переставала бояться, проходя через зал, и всегда обходила его двором. Во время же дождя или снега ее несли в кресле наполовину тетки. Так продолжалось 12 или 13 лет. Все друзья и гости Невимского замка были свидетелями того, что я рассказываю. До 7-го в 18-летнего возраста молодая графиня была в полном смысле красавицей с черными волосами и бровями, с плечами, словно вытащенными из мрамора, и с такими изящными руссками, какие редко можно встретить. В день Рождества Христова в замке собралось до 60 человек гостей соседних дворян. Молодежь захотела повеселиться в большой зале замка. В первый раз графиня Агнеса, входя в зал, не выказывала никакого страха. Дядя обратил на это внимание, заметив потихоньку жене. Наконец Агнеса поумнела. Княгиня же ответила, что по всей вероятности она потому решилась войти в зал, что приближается день ее свадьбы, и она знает, что бал по обычаю должен быть в этой зале. Однако ж у самых дверей Агнеса остановилась, решимость ее исчезла, и прежний детский ужас овладел ею. Дядя ей сделал выговор. Гости шутили и смеялись над ней, но, несмотря на это, она, схватившись за дверь, далее не двигалась. И у нее, шутя, втолкнули в зал и затворили дверь, чтобы она не могла уйти. Девушка умоляла, чтобы ее выпустили, говоря, что жизнь ее в опасности, она сейчас же умрет. Вслед за телепрозивом послышался сильный треск, и затем наступила мертвая тишина. Оказалось, что картина, которую вновь повесили на прежнее место, сорвалась с крючка и упала на голову несчастной, причем железная вызволочная стрела княжеской короны Розивиллов, украшавшей картину, вонзилась в сереб девушки, и она была мгновенно убита. Рассказываю этот загадочный случай со слов князя Гоганлоа. 11 января 1884 года Бэмская провела очень весело. Среди добрых друзей и знакомых это был день ее рождения. Собрался интимный кружок и засиделись до трех часов утра. Устала и утомленная, она бросилась в постель и взроснула самым крепким сном. Она вообще вставала поздно, а на этот раз думала проспать чуть не до другого вечера. Был девятое час утра, когда госпожа Бэм вдруг проснулась от страшной и необъяснимой боли в сердце. Как и чем она не старалась объяснить? Себе прилив какой-то безотчетной тоски ничем объяснить не могла. Между тем с каждой минутой сердце ныло все сильнее и сильнее, и она разразилась истерическими рыданиями. Никто из окружающих не понимал, что с ней делается. Наконец она успокоилась, но ненадолго. Вскоре пришла из Екатерины слава телеграмма, в которой уведомляли, что 12 января утром между 8 и 9 часами скончался ее отец. Лишь около 50 тому назад, как сообщается в газете «Лет» выбрал своим представителем штат Миссури в сенат доктора Линна, который вследствие того переехал вместе с женой на жительство в Вашингтон. Вскоре по приезду супруги получили приглашение на официальный обед к президенту Соединенных Штатов в Белый дом. Так как доктор Линн чувствовал себя нездоровым, то обратился к своему сотоварищу, сенатору Вепстеру, с просьбой сопровождать жену его на обед, извинив его самого перед президентом. Едва только приглашенные гости сели за стол, как мистер Слинн шепнула своему соседу, тому же сенатору Вепстеру, что она очень жалеет о том, что решилась оставить больного мужа и очень бы желала вернуться немедленно домой, если бы только возможно было сделать это, не обратив на себя особенного внимания. Заметивая сильное волнение, Вепстер сказал шепотом несколько слов президенту, затем тихо вывел мистер Слинн из-за стола и проводил до ее кареты. Она приказала кучеру ехать как можно скорее. По приезду в отель сама отворила дверцу экипажа и поспешно бросилась в комнату мужа. Вот что представилось ее глазам. Линн лежал на кровати в омуроке, кругом его постельное белье пулало. Еще минуты и было бы поздно. Причину пожара он по случаю своего бесчувственного состояния объяснить не мог. И, наверное, сгорел бы, если бы не непонятное чувство беспокойства, внезапно владевшее его женой. В детстве нашем, рассказывает господин Грациан Десмир, мы часто видали в семействе нашим даму лет сорока. По фамилии прозывалась она госпожа Десальс. Муж ее был богатым колонистом в Сан-Доминго. Не за долго до революции они поселились во Франции. Госпожа Десальс много путешествовал господин по островам. Между тем, как супруга его оставалась в Париже. Госпожа Десальс была женщина очень добрая, очень простая, нисколько не подвержена нервным припадкам и не предававшаяся пустым мечтам воображения. Во время последнего путешествия своего мужа она находилась в обществе и там играла в карты. Вдруг она прокинулась на спинку стула и скричала «Господин Десальс умер!». Ей подали помощь и убедили, что подобное видение совершенно ложно. Она пришла в себя, рассудок ее одержал вверх на мгновенной вспышкой чувств. А однако в уединении она не могла избавиться от ужасного предчувствия и с неизъяснимой тоской ожидала известия о своем муже. Она скоро получила приятное известие. Только число, означенное на них, было ранее того дня, в который было с ней предчувствие. Наконец, с острова Сан-Доминго пришло по черной печати письмо, на котором адрес был написан не рукой господина Десальс. Письмо было от другого колониста, адресованного на третье лицо, чтобы смягчить жестокость удара, который госпожа Десальс должна была бы почувствовать при известии о таком печальном событии. Господин Десальс был убит неграми в тот самый день, как супруга его почувствовала удар, поразивший ее мужа. Это двойное событие, засвидетельствованное более, нежели двадцатью особыми, пользовавшимися большим уважением в обществе, большим, произвело живейшее впечатление на юные наши годы. В сочинении госпожи Перрия Кандель находится следующий случай, который также служит доказательством того, что предчувствие и предвидение не должно ставить в одном ряду самозбродными мнениями и сказками. 11 июля 1793 года Знакомое семейство, жившее в Париже, пригласило меня на завтрак. При моем входе меня изумило выражение надежды и радости, которое отражалось на всех лицах. Я узнал, что получено было письмо от жениха дочери, хозяев дома, молодого человека, который находился в Порт-О-Пренс и защищал колонию от нападения возмутившихся. Он должен был скоро возвратиться в Париж, чтобы сочетаться браком. Невеста, обраданная этим известием, оживляла своим присутствием все общество. Пробило 11 часов. И вдруг смертная бледность покрыла очаровательное лицо ее. Она встала со своего места и спросила брата. «Брат, скажи мне, какое ощущение производит удар сабли?» Тот, изумленный таким странным вопросом, ответил ее. «Такое же, как будто ледяная стрела быстро проходит насквозь тело». «Да, именно так», — продолжала девушка. «Стрела, холодная, как лед, прошла сквозь мое сердце». «Моего жениха нет более на свете». С этими словами она в беспамятстве упала на руки брата. Прошло 8 месяцев после этого предчувствия, когда возвратившийся во Францию корабль «Юпитер» привез письмо, в котором уведомляли это семейство, что 11 июля 1793 года около 11 часов утра оружие прекратило дни жениха, столь нетерпеливо ожидаемого в Париже. Берем следующий рассказ из книги одного отрицателя всего чудесного — Битнера. Один молодой человек был приглашен на танцевальный вечер в соседнее имение. Самый разгар забав, когда, по-видимому, ничто не давало повода о чем-либо думать, кроме удовольствия, им вдруг овладело до того сильное беспокойство перед чем-то неизвестным, что ему уже не было возможности продолжать веселиться. Но более всего было удивительно, что это тревожное состояние имело какую-то непостижимую связь с мыслью. О необходимости перенести в его доме кровать из одной комнаты в другую. Несмотря на чрезвычайные странности и кажущиеся отсутствие каких бы то ни было разумных мотивов возникновения этой идеи, она была настолько сильна и неотвязчива, что молодой человек принужден был извиниться перед дамой, с которой танцевал кадриль, и уехал с вечера домой. Переставляя, представляя ей вместо себя другого кавалера, он, смеясь, объяснил ей причину своего временного отхода от лучки. Приехав домой и приказав недоумевающим слугам перенести кровать в другую комнату, снова принял прежнее веселое расположение духа и вернулся на вечер. Протанцевал до утра, совершенно устал и разбит, он возвратился домой и точно же повалился на кровать. От утомления не имея даже охоты раздумывать о причинах своего непонятного желания переменить спальню. С числа в одиннадцать утра, когда после вчерашнего утомления сон был еще довольно крепок, он вдруг был разбожен каким-то грохотом и треском. Оказалось, что как раз в той комнате, где прежде помещалась все у кровати, обрушился потолок или правильная вся штукатурка с него вместе с деревянной решетчатой основой. «Ну вот видите, с каждой ночи читателя, разве тут нет чего-то таинственного, сверхъестественного?» «Да, на первый взгляд, быть может, этот факт и производит такое впечатление, но при ближайшем рассмотрении условия его совершения кассы совсем не нужны прибегать к помощи чего-либо чудесного», говорит автор Биттнер, отрицающий все сверхъестественное. «Довольно прочитать его естественное объяснение этого факта, чтобы удостовериться в том, сколько нужно ухищрений для того, чтобы не видеть чудесного там, где оно есть». «В самом деле, дом, в котором произошел описанный случай, — говорит Биттнер, представлял собой старое деревянное помещище здание, в общем, довольно еще крепкое, но в котором все потолки были усеяны мелкими трещинками. Ночью, накануне происшествия, был сильный ветер. Весьма вероятно, что во время сна, когда бушевала буря и стропила крыши слегка подавались, приводя в движение ебалки, мог услышать он над своей головой более или менее сильный треск потолочной штукатурки. Этого было достаточно, чтобы у него явилась мысль об опасности быть раздавленным. «Проснись, вер, в то время ничего бы чудесного не произошло. Он осмотрел бы тщательно потолок, взвесил бы, насколько велика опасность, и принял бы соответствующие меры к ее избежанию. Но в данном случае пробуждение не последовало. Молодой человек испытывал до крайности тягостное ощущение возможности ежеминутно быть убитым. Как известно, сознание большой неминуемой опасности производит, смотря по темпераменту человека, двоякое на него действие. А одних страх лишает возможности всякого движения и действия, другим придает энергию, силу к избежанию опасности. Эрприн принадлежал очевидных последней категории людей. Он тут же нашел средство выйти из опасного положения. Тут избранный им для этого во сне путь мог, конечно, оказаться далеко не лучшим, а подчас даже и безусловно не достигающим цели. Все же он был найден. Волнение, желание поскорее исполнить задуманно молодой человек мог изменить положение головы, мог даже совершенно перевернуться на другой бок. А этого, как известно, часто бывает совершенно достаточно, чтобы изменить направление сновидений. Характер их, кроме того, зависит также и от степени нагревания той или иной части головы, а подушку. Таким образом, возможно, что с переменной положения у орд сновидения приняли другое направление. Мысль об опасности, вызвавшей решение переменить спальню, перестала угнетать молодого человека. Но, несомненно, что это, конечно, решение, вызванное столь сильной побудительностью. Причиной должно было оставить в его мозгу впечатление, которое готово было выплыть наружу при малейшем к тому поводе. Проснувшись, он вовсе не помнил сна, который не оставил в нем даже обычного тяжелого впечатления. Приехав на вечер, он, по примеру других, веселился, танцевал, но вдруг какое-нибудь обстоятельство затронуло в его мозгу спавшее до сих пор ночное решение. Возможно, что это случилось как раз в то время, когда у него накануне возникла мысль перенести кровать. Последняя идея по характеру своему должна иметь много общего, а может быть и вполне одинаково с теми идеями, которые возникают в определенное время под влиянием гипнотического внушения в мозгу экспериментируемых субъектов. В данном случае было самовнушение, вызванное мыслью об опасности. Исполняя внушение, субъект не только не знает его источника, но в большинстве случаев даже и не задумывается над подыскиванием разумных оснований для своего поступка. Это случается тогда только, если на необычность последнего будет обращено внимание посторонних, которые начнут очень допытываться и его побудительные причины. Представим себе теперь, что на месте Р был бы другой субъект, который в опасности теряется. Тогда, если в течение дня он не испытывал бы неопределенного беспокойства, то возможно, что в соответственное время на вечере им бы овладела тревога. Стало быть, раздави его после того ночью потолок, мы имели бы новый случай оправдывавшегося предчувствия. Наконец, предположим, еще один случай, когда услышанный во сне треск вовсе не доказывал еще большой ветхости потолка и происходил, допустим, от того, что кто-нибудь прошел по чердаку, что-нибудь упало и тому подобное. Сонная фантазия могла бы придать этому обстоятельству зловещее значение. Тогда у нас имелся бы один из тех фактов, когда нами овладевает, по-видимому, беспричинная тревога, когда мы находимся не в своей тарелке, или когда мы делаем что-нибудь и сами потом удивляемся, спрашивая себя, зачем это сделано. Наверное, ни один из читателей испытывал на себе подобное состояние. Вот простое объяснение факта, который мог казаться, на первый взгляд, загадочным. Мы утверждаем, что это вовсе не простое, а самое сложное, искусственное и совершенно неправдоподобное объяснение. Григорий Дичков Но, заметьте, читатель, ведь это только произвольное предположение. Конечно, отвечает господин Битнер. Однако оно, вероятно, во всяком случае, не более произвольное, чем допущение вмешательств каких-либо неведомых таинственных сил. Разбирая приведенные случаи предчувствия, мы довольно долго испытывали терпение читателей, хотя все-таки не могли, конечно, исчерпать всех возможных предположений. Тем не менее, смеем надеяться, что и сказанного достаточно для составления понятия о том направлении, какое можно рекомендовать при объяснении аналогичных случаев предчувствия. При этом необходимо помнить, что прежде чем что-либо объяснять, нужно предварительно изучить условия, сопровождавшие совершение факта. Кроме того, имея в виду, что никакая мистическая окраска явлений не должна быть допускаема, следует каждый оправдавшийся случай предчувствия рассматривать конкретно. Битнер, почему же такое гонение, такой дикий фанатизм к мистическому? Мнение составителя этой книги о предчувствии, то, что его спасло от несчастья и ясновидения его разумной души, находившейся под руководством ангела-хранителя. Это объяснение несравненно проще и правдоподобнее, нежели предлагаемое господином Битнером. В 1856 году в городе Эм и его окрестностях свирепцовала Холера. В это время жил я там один, по моим делам, а семейство было близ Тулы. В Эм заболевало и умирало много людей, дошла очередь и до меня. Сначала я перемогался, употреблял все средства, какие были под руками, но без всякой пользы. Домой не писал и потому, что ни телеграфа, ни железной дороги тогда еще не было. А при медленности наших сообщений по грунтовым дорогам, пока дошло письмо и приехала бы жена за 300 верст, я мог или умереть, или выздороветь. Когда же болезнь усилилась до того, что я не надеялся остаться в живых, явилось непреодолимое желание видеть жену и малютку моих. Малюток. Мне казалось, что я умер бы спокойно, если бы хотя на минуту мог увидеть их, благословить и проститься с ними. Проведя целую ночь без сна от мучительных судорог и рвоты, я очень ослабел и к утру задремал. Но каково же было мое удивление, когда, открывши глаза, увидел я не во сне, а наяву перед собой жену с обоими детьми. Это меня до того поразило и обрадовало, что, несмотря на слабость, я вскочил с постели. Сильное потрясение вызвало перелом болезни. Природа взяла верх, и я вскоре выздоровел. На вопрос, как это случилось, жена рассказала мне, что, не получая письм от меня две почты, она сильно встревожилась, и на нее напала такая тоска, что, потеряв терпение, она живо собралась в дорогу, взяла детей и летела на почтову без отдыха двое суток. Чему приписать это предчувствие, как не милости Божией? Опоздая на одним днем, и меня уже не было бы на свете. Вспоминая ряд прозаических дежурств по Омску военному госпиталю, рассказывает один военный доктор, я по всей справедливости не могу не исключить из этой категории те из них, которые случай посылал мне собеседником одного почтенного и многоуважаемого мною доктора Б. Он был истинный малороссиянин, то, что мы, русские, называем душа-человек. Его светлый, хотя и оригинальный взгляд на вещи, живая и прямосердечная речь сообщали особую занимательность его искренней беседе, которые доставляли обильный материал и память, обогащенная основательным знанием истории и поэтических преданий своей Родины, равно как воспоминания сделанной им компанией и кочевой армейской жизни. Однажды разговор наш, переходя от одного предмета к другому, коснулся того еще неразгаданного свойства души, которое называется предчувствием. Я откровенно рассказал доктору мои убеждения насчет этого психологического вопроса, и он подкрепил их следующим рассказом. Это случилось, так начал доктор, накануне падения Варшавы. Полковник нашего полка, третьего егерского, был благообразный муж высокого роста со слитическими формами. Черные курчавые волосы, высокий лоб и чудные глаза, которые сверкали, как два раскаленные угли, из-под густых нависших бровей, придавали печать особенной таинственной мрачности его величавой физиономии. Товарищи его любили, подчиненные уважали и боялись. Он пользовался славой отличного полкового командира и храброго офицера. Его отчасти свидетельствовали ордена, украшавшие его высокую холмистую грудь. Бесстрашие хладнокровие его в деле удивляли весь полк. Вследствие особенной внутренней настроенности двух, он был постоянно суров и холоден в обращении. Говорил мало и резко. Благородный в душе и поступках никогда не оскорблял умышленно и не знал мести. Счуждался общество, и только свистки, драй, треск, гранаты одушевляли его. Тогда он весь преображался, перерождался, улыбка самодовольствия освещала лицо, глаза горели огнем вдохновения, речь дышала убеждением, энтузиазмом. В эти минуты он был поистине прекрасен, и солдаты готовы были идти в огонь и в воду с богатырем-полковником. Оставив молодую жену и детей, он посвятил себя пользам службы и в ней искал забвение о разлуке с милыми сердцу. Полковая доля сблизила нас нежданно, незаметно. Уверившись, что он благороднейшая душа, я старался удержать права на его внимание, а разность обязанностей благоприятствовала сближению. Зависть и гради изминейшего было делать во вред нашей приязни. Почти всякий день мы делились в скромный походный обед и проводили вместе свободное время. Рано утром в день штурма в Воле, в предместе Варшавы, я зашел к полковнику, задумчиво сидевшему в своей палатке. Перед ним стоял стакан недопитого чая, густые клубы дыма вылетали из походной трубки. Испываясь с парами утреннего тумана, совершенно закрывали его мрачную физиономию. Медленно протянуло мне руку и молча указал место подле себя. Привыкши видеть полковника постоянно грустным и задумчивым, я не старался на этот раз развлечиваю. И молча взял стакан чаю, который подал мне придворный проворный денщик. Через несколько минут раздался гул вестовой пушки. Полковник велел подать коня, я тоже последовал его примеру. Несколько минут ехали мы молча. Полковник первый прервал мое молчание. Это доктор сказал, он стремив на меня проницательный взгляд. Сегодня я буду убит. Возвратясь на родину, передайте весть о моей смерти вдове. Отвезите детям мое родительское благословение. Уничтожен этими словами, высказанными твердым и решительным тоном, я едва нашелся отвечать на них. Полноте, полковник. Наконец проговорил я с видимым усилием. Что за мрачные мысли? Компания почти кончена. До сих пор Бог хранил вас среди тысячи смертей. Откуда? Так не вовремя эта безнадежность. Не спрашивайте, доктор. Мне нечего отвечать на это. Я знаю, что мы должны встречать смерть лицом к лицу. И помяните мое слово. Сегодня я ее встречу. Слушайте, доктор, прибавил он повелительным тоном, судорожно сжимая мою руку. Время дорого, каждая минута сближает меня со смертью. Не будем терять оставшееся время на бесплодные рассуждения. Мои предчувствия еще ни разу меня не обманывали. Вот мое завещание. Эти золотые часы принадлежат по смерти моей вам. Не откажитесь принять их на память дружбы и разлуки. В боковом кармане моего свертука пять тысяч казенных денег. Объявите это полку. В жилете десять солковых. Это мои собственные. Отдайте их насильщикам. Жена и восемь человек детей в Москве. Утежьте ее. Я посылаю им мое родительское благословение. Больше ничего. Прощайте, доктор. Исполните последнюю волю. Искренне уважаю еще вас. Глубокий вздох заглушил последние слова. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok